МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это информационный тележурнал День за днём. О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты Тобольского времени. Я Константин Симонов. Здравствуйте. Как в Тобольске организована онкологическая помощь, оценили представители Общественного совета при Департаменте здравоохранения Тюменской области. Борьба с онкозаболеваниями является одним из важнейших направлений национального проекта здравоохранения. Глобальная задача – снижение смертности от онкозаболеваний. Впрочем, члены Общественного совета обратили внимание и на другие проблемные вопросы Тобольской медицины. Подробнее в материале Елены Маковой. Поговорить о проблемах, обсудить пути их решения. К ноябрю Общественный совет областного департамента здравоохранения готовит расширенное заседание, где на повестку будет вынесен важный вопрос о праве граждан на восстановительную реабилитацию после онкологических операций. В регионе это медицинское направление будет развиваться. В Тюмени уже сделаны первые шаги. До конца года 900 онкопациентов бесплатно пройдут реабилитацию в центре град. За информацией с первых уст и прямо с места и приехали в Тобольск. Все, кто встречался с таким заболеванием, сам ли, родственники ли, они все подтвердят, что очень много приходится преодолевать сложности, препятствий, когда ты вытаскиваешь сам себя из этой беды. Реабилитация как таковая – это выхаживание пациента онкологического, чтобы продлить ему жизнь. Вопрос с медицинскими кадрами, в том числе в онкологии, в Тобольске постепенно решается. Если, например, в начале года работал только один врач этой специальности, сегодня их уже три. И сейчас заканчивать подготовку еще один доктор-онколог по совместительству таракальный хирург, который будет заниматься онкологией в стенах стационара и плюс ко всему будет проводить лечение онкологических пациентов, то есть химиотерапию мы будем проводить здесь, в городе Тобольске. Это новое для Тобольска направление планируют запустить в следующем году. Ранее больные на лечение направлялись в областной центр. Проверили члены общественного совета и медицинскую статистику. Уровень онкозаболеваемости в Тобольске не выше средних показателей по другим городам области. Отметили и качество работы по обеспечению лекарствами различных льготных категорий граждан. И мы убедились в том, что у вас тоже все настолько продумано, вот встречи со специалистами, у вас очень хорошо продуманы маршруты пациентов для того, чтобы получить этот препарат. Практически нет перебоев в снабжении препаратов, а если они есть, то ваши специалисты знают, как принять меры и как это быстро решить. Общественный совет областного департамента здравоохранения отработал в Тобольске два дня, побывали во всех медицинских учреждениях города, встречались с пациентами и представителями власти. В целом, Тобольской медицине поставили оценку хорошо. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Кстати, для родственников тяжелобольных людей в Тюменской области запущен новый образовательный проект. Виртуальная школа по уходу и реабилитации рассчитана на тех, у которых нет специального медицинского образования, но есть близкие, нуждающиеся в уходе, помощи и поддержке. Тяжелобольной человек – это сложная ситуация для всей семьи. Его близкие люди сталкиваются с разными проблемами и незнакомыми обязанностями. От ежедневного ухода с учетом особенностей заболевания и реабилитации до эмоциональной травмы, которую переживает их тяжелобольной родственник. Задача виртуальной школы – дать основы знаний в области патронажа и ухода в домашних условиях. На портале собраны уникальные методики и программы. Информация о том, как подобрать необходимое реабилитационное оборудование, адаптировать жилое пространство. Адрес сайта schoolcare.ru К сожалению, больные люди, особенно пожилые, нередко становятся жертвами машинников. В Тобольске зафиксирован новый случай. Пенсионерке предложили дорогостоящие лекарства. Причем представился машине главным врачом Тюменской больницы. Сослался на результаты анализа крови, который эта болячка сдавала зимой. В общей сложности за лекарства от якобы редкого и тяжелого заболевания пенсионерка перевела мошеннику более 230 тысяч рублей. Получив деньги на связь, мошенник, разумеется, больше не выходил, а женщина препарат не получила. Поиском злоумышленника сейчас занимаются тобольские полицейские. И еще раз напоминают, что информацию, поступившую по телефону, необходимо перепроверять. В этом случае хотя бы в больнице по месту жительства. А оплачиваются медицинские услуги только в кассе лечебного учреждения и только после заключения договора. Сезон дождей наступает. В этом году в городе проблему с ливневой канализацией намерены решить. Специалисты из Казани проводят оценку технического состояния трупа и их очистку. Работа предстоит большая и серьезная. Сети забиты большей частью процентов на 90. То есть предварительно у нас приезжал сюда мастер, он проводил замеры. Мой первый адрес в этом городе, но он забит на 100%. То есть все трубы забиты полностью. Песок, камни, палки, бетонные плиты. При помощи вакуумного шланга техника отсасывает всю грязь из канализационных колодцев и транспортирует ее до места утилизации. Раньше мы занимались только очисткой дождеприемных колодцев и смотровых колодцев. То сейчас вот при обследовании, при километрии мы занимаемся не только очисткой дождеприемных колодцев, но и очисткой самой трубы. То есть компания приехала работать по всей ливневой канализации, существующей в городе. Процесс очистки будет проходить ежедневно до полного восстановления пропускной способности труб. В первую очередь это коснется самых проблемных участков – улицы Юбилейной, 4-го и 8-го микрорайона. Работать будут вплоть до первых заморозков. Планируется продолжить очистку ливневки и будущей весной. К другим темам в эти минуты в Санкт-Петербурге проходит церемония награждения лауреата Всероссийской историко-литературной премии Александр Невский. В числе победителей – Тобольский музей семьи императора Николая II. Представители Тобольского музея-заповедника сейчас получают заслуженную награду. А с нами на связи Владислава Дронова, директор историко-архитектурного музея. Премия, которая присуждается за литературные и музейные изыскания. Данный проект развивается очень активно. Уже его посетило порядка 40 тысяч человек. И спрос на этот объект очень большой. Сейчас у нас работает императорский маршрут. Если в прошлом году по императорскому и детскому маршруту у нас прошло 600 человек, то в этом году уже 2020 человек. Напомню, что это федеральная программа, по которой приезжают дети и взрослые более чем из 40 регионов страны. Ну а в конкурсной программе премии Александра Невского Тобольскому музею императорской семьи удалось обойти 55 конкурентов из 30 регионов России. А юные любители спортивного туризма собрались в Тобольске на Панином бугре. Здесь стартовал традиционный фестиваль «Альтаир». Продлится он три дня. Несмотря на некомфортную погоду, в нем участвуют более 200 школьников, студентов и педагогов. Наталья Китова подробнее. Песни под гитару «Березовые полежки» потрескивают в костре. Это ли не романтика? Часло ее любителей в Тобольске растет. Только на станции юных туристов их порядка 800. У учеников школ города походы тоже популярны. И потеряться в лесу дети не боятся. Надо сначала определиться в какой-то стране и как ты потерялся. Если повезет, найдешь мох. Что с ним делать? Тогда узнаешь, где север, где юг. Что тебе это даст? Это даст, значит я должна идти на север. Почему? Потому что мы в Сибири. Если я потеряюсь в лесу, найду покушать грибы, ягоды и все, что попадется съедобно. Можно позвонить о помощи. А если сеть не берет? Надо полететь к тому месту, где будет ловить сеть. Преодоление трудностей и есть задача фестиваля «Альтаир». Команды проходят полосу препятствий с четырьмя этапами. Здесь даже у настоящих спортсменов-туристов без трудностей не обходится. Для меня самое сложное – это бревно и веревка. Надо ее держать и потихоньку проходить вперед. Это самое сложное, так как сложно держать равновесие. Можно заваливаться тут вперед и назад. Как видите, дети теряются в лесу. Гаджетов у них нет, им не до этого, потому что они наслаждаются даже вот такой погодой. Им все нравится, они рвутся в бой, они учат туристские песни, они рвутся на полосу препятствий. Они знакомятся с ориентированиями, знакомятся с законами леса, они знакомятся с основами экологии, что в принципе везде пригодится. Кроме соревнований, школьников в рамках фестиваля проводится и школа безопасности. Сотрудники МЧС учат правилам выживания в экстремальных условиях. Также в рамках Альтаира пройдет слет педагогов. Спортивный туризм – это не только спорт. Для многих это шанс отдохнуть от повседневной городской жизни. Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время. Председатель городской думы Тобольска Андрей Ходосевич провел общественный урок для старшеклассников гимназии имени Лицмана. На встрече ребята могли задать интересующие их вопросы и узнать о деятельности представительного органа власти в городе. Каждый человек имеет право знать, в какой стране он живет, кого выбрали на место управляющего. Было, в общем-то, интересно, когда рассказывали истории жизни и, в общем-то, о нашем городе, который продвигается. Молодежи есть место в нашем городе, потому что прогресс не стоит на месте. На примерах из собственной биографии председатель городской думы рассказал молодому поколению о необходимости повышения уровня знаний и навыков приобретения новых специальностей. Поговорили и о перспективах развития города. Такие уроки – часть работы депутатов городской думы. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах «Тобольского времени», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на «Тобольском времени». 13 сентября в Тобольске пасмурно-небольшой дождь. Утром – 9-12 градусов тепла. Днем воздух погреется до плюс 14. Ночью похолодает до плюс 11. Ветер южный – 2-3 метра в суток. Редактор субтитров А.Семкин